Новый коронавирус Ученые тестируют патогены на животных И в том числе обезьянах существует вероятность Что патогены могут вырваться наружу Различными способами Коронавирусы известны уже очень давно Они поражают и человека И домашних животных И диких животных И вызывают и бронхит И пневмонии То есть люди всегда болели Коронавирусом Бронхитами и пневмониями Проблема в данном конкретном вирусе Заключается в том, что это новый вирус Который появился в природе И перекинулся на человека Соответственно, пока неизвестно Как он будет себя вести Миллиардер-основатель компании Майкрософт Билл Гейтс решил выделить 10 миллионов долларов На мероприятия Связанные с борьбой с распространением Смертельного коронавируса из Китая Отмечается, что половина этой суммы пойдет на борьбу С вирусом непосредственно в Китае Где фонд уже работает с целым рядом китайских партнеров Из государственного и частного секторов В Приморье ввели дополнительные меры Для выявления коронавируса Они направлены на предотвращение заноса И распространение инфекционных заболеваний Все медицинские работники первичного звена Стационаров проинструктированы О действиях, которые необходимо предпринимать В случае обращения в медучреждение граждан С респираторными симптомами С повышением температуры тела Самый эффективный способ Это, конечно же, изоляция пациентов Это меры карантина Это меры уничтожения животных Которые больны этим вирусом Чтобы из этих животных вирус Не смог перебрыгнуть человек Вариант борьбы с подобными вирусами Это, конечно же, лаконация Но разработка вакцины Обычно процесс долгий И когда возникает такой неожиданный вирус Невозможно мгновенно разработать вакцину Тем временем в Германии Подтвердили первый случай заражения коронавирусом В то время как в США Под подозрением находится более 110 человек В России случаев заболевания коронавирусом Не зарегистрировано Но российские туристы, находящиеся в Китае Готовятся в экстренном случае покинуть страну Специалисты из Франции отмечают Что китайский тип вируса Не настолько опасен Как, например, типичная пневмония Опираясь на статистические данные Специалисты выявили Что вспышка острого респираторного синдрома В 2002 году Унесла значительно больше жизни Чем настоящая вспышка вируса За аналогичный период времени Таким образом Уровень смертности от вирусного заболевания Который был выявлен в Китае Составляет менее 5% По мнению французских специалистов Тем не менее Обстановка сложная Аэропорт Казани отменил рейсы в Китай Как и в США Корее и Таиланде Единственная хорошая новость Двое больных коронавирусом детей На юге Китая идут на поправку А это значит Что есть шансы побороть заразу Лилия Баталова Универ Ньюс Субтитры создавал DimaTorzok